Дубак Челлендж Минус 38. Холодно? Сибиряки Мороза не боятся, напротив, бросают ему вызов. Дубак Челлендж – горячий флешмоб морозной недели. Суть – расплескать кипяток так, чтобы получилась причудливая дуга. При низких температурах жидкость мгновенно замерзает, превращаясь в кристаллы. В лицейском театре морозы пришлись ко двору. Они крепчают и на улице, и на сцене. Температура здесь минус 500 градусов. А что в сказке с говорящим названием «Мороженой песни» все может быть. Герои утепляются, щеголять будут в валенках и тулупах, пошитых нарочито гигантскими. Большие тулупы – это очень смешно, потому что у нас очень холодно, а свидания никто не отменял. И вот вспоминая вот эти свидания зимние, когда все неудобно, замотано очень, не обняться, не подойти к друг другу. Ну как-то вот это все как-то неудобно, но нам это не мешает. Чтобы создать на сцене атмосферу зимней сказки, художник несколько дней жил в тайге. Кроме природы вдохновляло творчество Вячеслава Полунина. Два дня лицеисты вырезали снежинки, чтобы сцену замело. Российская глубинка. На дворе XIX век. Но спецэффекты заметно опережают время. Кулачные бои, игра в снежки, ледяные обтирания. Перед зрителями пошаговая инструкция, как закалить тело и не выморозить душу. Фарс по-сибирски. Так создатели спектакля определили жанр своей постановки. Песни и танцы переплетаются с клоунадой и буфонадой. Прежде всего не только поднять настроение, но и задуматься о том, как мы живем сейчас, где мы живем и как мы можем сохранять, несмотря на порой тяжелые условия, те же морозы, вот эту бодрость духа и силу сибирского характера. В спектакле зарисовки жизни и быта сибирских крестьян. Сюжеты архангельского сказочника, художника и этнографа Степана Писахова. В начале XX века он обратился к народной теме. Его творчестве, ностальгия по утраченным корням и легкая зависть к способности предков радоваться жизни. У них какие-то очень простые радости. Они радуются снегу, они радуются солнышко, когда просто встало. Просто есть чему поучиться, да. То, что, наверное, сейчас люди немного даже скучнее живут, хотя все сделано для того, чтобы их жизнь была интересна и насыщена. Но, несмотря на это, мне кажется, эмоции и удовольствие от жизни, вот как раз-таки те люди, о которых наши спектакли, они получали намного больше. Мороз не повод сидеть дома. Лицеисты приглашают вместе с ними научиться радоваться холодам. Ближайший показ – 26 февраля. Борщ и батл – это проект Омской арт-резиденции. Это состязание наших команд, наших резидентов в приготовлении борща, нашего самого народного блюда, которое любят все и которые каждый считает, что готовит лучше всех остальных. Сегодня у нас соревнуются четыре команды, и каждая команда представляет резидентов в час времени на приготовление. У каждого свой рецепт, у каждого свои хитрости, свои тонкости. И здесь, конечно, основное – это вкус. Жюри будет определять по вкусу, цвету, запаху. На презентации сайта арт-резиденции разразился спор. Чей же борщ вкуснее? Нет. И ребята живо откликнулись. Тема – это очень актуально. Тема – приготовить вкусно, полезно, чтобы было. И все-таки главный ингредиент, наверное, это, чтобы пища приготовлялась с душой. Я потренировалась, три раза дома приготовила, и мои мужчины были в восторге. Честно говоря, они чуть не подрались из-за борща. Вообще, я считаю, что борщ – это одно из самых сложняющих блюд, и поэтому я даже был удивлен, когда услышала такие вещи, как борщ батл. Борщ – это много составляющих. Это сладкий, кислый и соленый вкус одновременно. И чтобы это поймать, ну, это надо иметь чувство вкуса. Для меня, честно, было открыто, что борщ может быть таким разносторонним. Я думал, что это будет такая классика, там плюс-минус. А здесь просто берешь ложку, а это просто другой борщ. Да, он просто пряный, куча-куча вкусов разных. Команда номер один и команда номер три набрали одинаковое количество баллов – 225. Я не смотрела, что готовили все остальные. Ну, у нас, например, борщ всегда идет без картофеля и только с сельдереем, с корнем сельдерея. То есть мы считаем, что картофель в этот суп не должен идти, как исторически сложилось. Добавляем перец болгарский – это южные корни моего мужа, дают о себе знать, на юге всегда добавляют. Борщи батл родился совершенно спонтанно и нашел такой отклик среди всех, поэтому мы надеемся, что он будет жить, может быть, не в формате именно борщи батла, но каких-то гастрономических батлов, да, будет продолжать. Художник, ученый, изобретатель и один из самых загадочных творцов эпохи Возрождения стал главным героем фильма «Леонардо. История гения». Это кино не просто ознакомит зрителей с биографией великого итальянца. Технология 4К позволяет рассмотреть мельчайшие детали чертежей и полотен мастера и оказаться внутри творческого процесса. Грандиозный фильм-выставка создавался на основе масштабной экспозиции работ Леонардо в Королевском дворце Милана. Отправиться в путешествие по городу, который долгое время вдохновлял мастера, увидеть картины да Винчи зрители могут на показах 15, 16 и 17 февраля. Продолжит музейный арт-фест в Вавилоне еще один документальный фильм, ставший рекордсменом итальянского кинопроката «Караваджо. Душа и кровь». Художник-революционер, изменивший представление о свете и пространстве в искусстве, и в жизни шел против всех правил. Он прославился своим всплитчевым характером, был заочно приговорен к смертной казни за убийство и последние годы провел возгнание. Это кино-микс постановочных сцен из биографии Караваджо и научных исследований его творчества. Узнать больше о судьбе и тайнах живописи знаменитого итальянского бунтаря «Намичи» смогут на сеансах 22, 23 и 24 февраля. Сегодня о своем свободном времени и культурных предпочтениях этой недели рассказывает омский актер, радиоведущий и тренер по коммуникации Иван Притуляк. Свободного времени у меня нет в принципе, это иллюзия. Ну, было там пару месяцев назад, там день удалось, поспать хорошо. Обычный отдых, который мне удается это сделать, это либо почитать что-нибудь интересное из того, что мне нравится, обычно на английском языке, чтобы навык не терять. Это сходить к коллегам в какой-нибудь театр, посмотреть на спектакль, который они работают. В последнее время самое, пожалуй, яркое для меня впечатление эмоциональное, это так называемые драма-баттлы, которые проводит Центр современной драматургии. В чем фишка этого мероприятия? Получается, что ребята из разных театров собираются на площадке арт-центра на Любинском проспекте, где сейчас квартируют Центр современной драматургии, и они бьются друг с другом по разным дисциплинам в импровизационном стиле. Ну, грубо говоря, там может быть что угодно, начиная от того, чтобы сыграть колобка, в трех разных жанрах, которые вытягиваются тут же на месте, там люди сами это делают, до того, что две чаши, в одной из них название животного, в другом название профессии, это дело достается, смешивается, человек, актер, должен, посмотрев на эти два понятия, изобразить то, что он сейчас понял, прямо тут на лету. Битком всегда залы, и я считаю, что это очень крутое новое развлечение для нашего города, которое должны попробовать максимально возможное количество человек, считающих себя театрами. Как выглядят космические ковбои? Что едят на завтрак пилоты МКС? И трудно ли управлять луноходом? Сегодня в рубрике ТОП-3 мы собрали самые интересные факты о выставке Космодрайв в Омске. 47 приключений и 8 квестов виртуальной и смешанной реальности. По этой вселенной путешествовать можно часами. К примеру, прогуляться по самой большой планете Солнечной системы Юпитеру. Или пройти полный курс подготовки в космонавты, от обязательных тренировок на центрифуге до запуска ракеты. Ощущения от взлета здесь передаются с помощью специальных VR-очков с гироскопом. Технологии дополненной реальности позволяют отправиться на экскурсию по МКС и научиться управлять космическим кораблем или сверхскоростным самолетом. Это экспонат под названием «Флаймоушн» — аттракционный тренажер, в котором вы можете ощутить себя в роли пилота-истребителя, сев в его кабину и испытав все, что испытывает пилот при управлении самолетом. Фразу «таких не берут в космонавты» здесь точно не услышишь. Возрастных ограничений в этом парке нет. Программы для посетителей составлены по группам. Малышей до 7 лет ждут аттракционы и фотозоны, школьников, образовательные экскурсии и мастер-классы. Взрослых — знакомство с новейшими сенсорными технологиями. Это очень познавательно, интересно, развивает. Можно, конечно, почерпнуть что-то новое, посмотреть, все это потрогать, ощутить. Я вот побывала на МКС, мне очень понравилось. Я побывала на аттракционах, на виртуальной реальности постреляла, походил по Марсу и позвешивался на планетах. На самом деле, где я меньше всего вешаю, это Венера. Я вешу там 12 килограммов. Мне понравилось здесь очень. Парк приключений «Космодрайв» уже посетили больше 300 тысяч человек в 16 городах России и Казахстана. В Омске набор в космонавты открыт до 24 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова